Я еще купил такую штукенцию, сейчас вам покажу Нет, ну здесь же надо... У нас тут не баня, а проходной двор Доски, на которой будет 2 тонны воды Там вверху тоже будет, скорее всего, минвата Вообще, все укутаем Переходим и к следующей процедуре Бодрости, заряда энергии и поехали! Вы сейчас будете кидать в меня палками и ругаться, но я, короче, купил простой экструдированный пенополистирол Единственное, что он с маркировкой EXF, что ли, к несуть Пойдемте покажу, что мы уже с вами наделали Более подробно вы можете посмотреть по этим видосам Сейчас я открою кангейку Это у нас будет комнатка для всякой утвари И я начал сейчас устанавливать вот эти все конструкции Может быть, выглядит это не совсем красиво и аккуратно Но они обработаны биозащитой Смотрите, моя мысль какая Мы сейчас с вами, короче, экструдированный пенополистирол Утапливаем туда немножко И, кстати, производитель пенополистирола говорит, что Если вы будете использовать в сочетании с фольгированной экранизацией Какой-то, экранной защитой То, в принципе, его можно использовать И самое, что интересное, при любом нагревании Даже самом максимальном Весь фон, который, ну, все равно фонит Весь фон будет уходить туда наружу Почему все-таки я хочу использовать пенополистирол? Ребята, у меня есть два нормальных, достойных ответа По которым вы скажете, да, Денис, ну, в принципе, нормальный вариант Первое, теплоизоляция пира, защита это классный вариант И говорят, что она вроде не горит Хотя она горит, но не суть У нас ее не продают Я все облазил, везде посмотрел Под заказ И не факт, что вообще ее привезут Короче, отменяется Второе, если сюда сделать простую минеральную вату О чем я, кстати, думал То все равно влага, которая будет идти снаружи В конце концов, наша защита промокнет И начнет все гнить, ржаветь Короче, я против И я пришел к простому выводу Вот эта душевая, она не будет работать в режиме парной Прям по максимуму То есть я не думаю, что здесь будем прям париться И выбегать в снег Это более такой вариант душевой кабинки Ненадолго Просто чтобы помыться после трудового дня И поэтому использование экструдированного пенополистирола Я думаю, оправдано И ничего плохим она не окажется Вот здесь, конечно же, будет минвата Это в любом случае Потому что здесь, если я сделаю пенополистирол Он весь расплавится и может быть даже загорится Поэтому мы до сюда ограничим пенополистирол Вот эта часть будет минватой уложена Все, там вверху тоже будет, скорее всего, минвата Посмотрим Да, наверное Я думаю, что мы ее туда упакуем Я вчера доварил еще уголки на всякий случай Потому что вдруг со временем прогниют, не дай бог Или просядут эти доски На которых будет две тонны воды И чтобы эта штука не обрушилась Спонтанно кому-нибудь на голову Не дай бог Я подстраховался вот таким вариантом Я еще укреплю это дополнительно Здесь еще бруски пойдут Поэтому вообще волноваться за это не стоит Так, друзья, давайте меньше болтовни, начинаем работать Понятно, что любая работа начинается с организации своего рабочего места Поэтому мы принесли все инструменты Все материалы Все должно быть в шаговой доступности Чтобы потом не бегать Начинаем с того, что мы размеряем с вами экструдированный пенополистирол по месту И пропениваем все швы Для того, чтобы его вклеить в нашу стену Кстати, вклеивать пенополистирол на самом деле очень интересное занятие Вы не смотрите, что это так выглядит все Потому что это все закроется фольгой И даже если это будет фонить Еще раз говорю, это будет фонить наружу В доме ничего не будет Фольга плотно закроет пароизол Короче, вообще никакого влияния И это еще закроется у нас имитация бруса 20-кой Я думаю, даже нагреваться она не должна, по идее, по-хорошему А здесь будет уже утеплитель минеральный Я сейчас хочу сделать окно, но что-то мне показалось, что оно слишком узковатое Я, наверное, вот до сюда догоню И вот до сюда И в нем просто вставлю потом что-нибудь поликарбоната или стекла тонированного Хоть окно появится, а то в этой кабинке вообще окна никого нет, темновато Так, ладно, все, наблюдайте, я, короче, начинаю пилить Вот так вот вставлю Вам все видно? Нормально? Друзья, как всегда, совет вам главный Одевайте все средства защиты Я пилил без пассивных наушников И, конечно же, ушам пришлось не сладко Мы не закончим это никогда Но я бы очень хотел уже приблизиться к этому завершению Поэтому, смотрите Сейчас я, да, я вот одел такие модные штанишки У меня есть супер штаны для сварщика Я напилил вот таких линеек Всю ночь думал, как нам правильно фиксануть вот здесь утеплитель Пеноплекс сюда нельзя, это понятно Сюда мы будем фиксировать минвату Для того, чтобы ее зафиксировать, нам надо к тому уголку как-то привязаться Поэтому я сделал вот такие планки Мы сейчас их вот так навариваем, так и так И мы сможем к ним На клепки присадим уже лист Вложим утеплитель И я еще купил такую штукенцию Сейчас вам покажу Короче, я взял наноизол Давайте вот так поверну Современная строительная изоляция Фольга на основе влагостойкой крафт-бумаги Там внутри, короче, фольга Вот, это как раз отражающая пара гидроизоляции для бань и саун Температура, ширина и высота, плотность Вот, все данные 30 квадратных метров И, короче, вот этой штукой мы с вами сегодня Вот здесь все укутаем Вообще, все укутаем Сделаем обрешетку И будем ждать, когда нам кто-нибудь даст Имитации бруса или евровагонки Укутывать я буду очень хорошо и досконально Чтобы это было прям качественно Хотя, это душевая, но это не важно Будем делать хорошо Кстати, как оказалось Герметик этот совершенно не выдержал испытания Потому как спустя несколько дней После того, как я его нанес Он превратился в какую-то каменистую Такую субстанцию Которая вывалилась из этих пазов Поэтому в ваших комментариях Я с удовольствием бы прочитал Чем бы мне сейчас закрыть эти швы Чем бы таким жидким Хотелось бы что-то полезнее такого герметика Кстати, им же я обработал трубу на кровле И там тоже мне не очень понравилось Посоветуйте, пожалуйста, чем можно было бы это все заменить Так, друзья мои Ну, в общем, переходим и к следующей процедуре Она называется герметизация периметра Для этого я купил вот такие вот замечательные герметики Силиконовые, простые, универсальные Ну, по сути, для ванной комнаты Вот, и сейчас этими герметиками периметр пройду И у нас не будет вода вытекать наружу И втекать внутрь Объясню, для чего я использовал герметик Это да, это мое упущение Что я не прокрасил весь каркас какой-нибудь грунтовочкой Но я спас эту ситуацию другим путем Во-первых, я герметизировал все стыки герметиком И второй, главный момент Фольгированным скотчем проклеил потом весь низ Пароизоляция бани это очень ответственный процесс Поэтому необходимо заклеивать металлизированным скотчем Любые отверстия, которые только есть Даже скобы степлера Я делал нахлёст каждую сторону примерно по 20 см За печкой пришлось повозиться Потому что она уже приварена Старые бруски от опалубки очень хорошо пошли мне на обрешетку стен Ведь не выбрасывать же их Отмечаем по уровню будущий полок И фиксируем его на новое штатное место Учтите, друзья, что нужно сделать небольшой уклон в сторону слива Для того, чтобы вода не задерживалась на древесине Примеряем будущий полок В дальнейшем я закажу кедровый Пока поставил сосновый В следующем видео я постараюсь приложить полностью смету на эту мини-баньку Для того, чтобы вы могли просчитать свои возможности и желания Может кому-нибудь это пригодится Одна встанет вот, а вторая уже будет фактурно пелена И будет классно Если вы планируете использовать в летнем душе Фирменную тропическую лейп То я бы посоветовал поставить фильтр Чтобы она не забивалась различным мусором В который раз выражаю вам благодарность Вашей поддержке каналу Ваши советы и комментарии дают мне нереальную энергию И желание строить и творить дальше Спасибо вам большое, дорогие друзья Паять полиэтилен это реально увлекательное мероприятие Хотя многие говорят, что полиэтилен это очень плохо Потому что у него заужаются сечения Но в данном случае, наверное, нам не так страшно Хотя, когда я паял, я видел Насколько сужается водопроводная труба При склеивании этих материалов Семья приехала на стройку И тадам! Открываем и... Удивительно что? Просто я уже один раз мылся здесь Вода будет сюда? Вода будет капать сюда? Нет, здесь я хочу... Нет, она не совсем приятная Ее либо воском надо протянуть, либо заказать новое Ну смотри, вот это... Да тут лейка будет, ну да, да Ты прям можешь сидеть и тебе будет литься Прикольно А вон там может не помочь А это типа... Высоко? Нет, ну здесь же надо... Ну высоко Да, очень Главное нравится Так, ребята, если вы занимаетесь строительством своего дома И у вас есть сын, то вы обязательно обязаны просто передать ему всю информацию Которую вы изучили и к чему вы пришли И поэтому вот этот пацаненок, он тот рыжий красавчик, который сидит сзади меня Он сейчас сидит и перенимает все вот эти ништячки Потому что я думаю, что мужик с руками это лучше, чем мужик без рук, правильно? Он сейчас будет снимать на камеру А я вам пока буду рассказывать, чем я, собственно говоря, занимаюсь Так, ребят, что я сейчас хочу сделать? Задача у нас простая Мы хотим собрать такую конструкцию, чтобы мы могли наливать воду в эти баки Не залазя на крышу Поэтому мы сейчас паяем саму систему для этих целей Вот, ну вот так это делаем Потом мы это резко выдергиваем Вставляем это сюда, это сюда, это сюда Ну, как паять полиэтилен, по-моему, знает сегодня даже ребенок Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Поднимайте палец вверх Да, ребята, делайте так, как говорит Никита Это правильно Но когда у вас еще в семье есть и дочь Вы тоже обязаны научить ее всем своим этим приемам И у меня тут уже вот она красотка Давай мне руку одну У нас тут не баня, а проходной двор Теперь я буду рассказывать все дочери Потому что дочь тоже должна все знать Она у меня, между прочим, очень творческая натура Она молодец Красавица, да? Красавица Жениха скоро отстреливать будем просто Ладно, на канал не выложу это Тебе удобно там? Ну, получается прикольная штука Мне, во всяком случае, это нравится А где ты купила такую штуку? Какую? Вот эту У меня есть хорошие друзья Которые тебе дают? Которые мне это дают Друзья, следующий видосик будет финальным В нем мы уже сделаем полностью отделку нашей парной И я думаю, что мы наконец-то ее уже запустим Поэтому те, кто еще не подписан Я бы посоветовал вам подписаться Чтобы не пропустить следующее видео Многие в комментариях писали, что такие на ворот не нужны Я даже было сомневался какое-то время Правильно ли я вот это все изобрел Зачем столько сложностей ради простой душевой кабины Но на сегодняшний день, друзья, я хочу прям с уверенностью вам сказать Что данный проект не просто оправдал мои ожидания Но он еще и восхищает меня своей простотой И в то же время своей удобностью Это небольшой домик, который топится всего лишь 15 минут Для того, чтобы вода нагрелась до кипятка И для того, чтобы камни были горячие Баллон сам нагревается буквально в считанные секунды Поэтому после того, как я только затопил Я захожу в нее, мне уже жарко В следующем видео мы ее протестируем Покажу, как это все быстро происходит И вы сделаете свои выводы Правильно, вот так Надо правильно, надо всегда делать свои выводы Не слушать никого Может быть, кому-то это реально поможет в жизни Буду рад, если в данном проекте Кто-то что-то подглядит для себя Для своих дальнейших идей, мыслей Твоего-своего творчества Уверен, что вы во многом сделаете лучше Даже в этом сомневаться не стоит Дерзайте, ребят Строите свой дом своими руками Вы молодцы, у вас все получится Ну а я с вами прощаюсь До скорых встреч в следующем видео Ну все, пока, пока